Я пью. Я даже скажу, иногда я бухаю. Честно, я пробовал на себе действительно эти все штуки. Я продавливаю мэра. Лешко отошел, я бы разорвал себе зад. Я не знаю, как вообще я на это пошел. Моя жена тоже крэзи, что разрешила мне это. Да я охеренный. Да я абсолютно охеренный. Буллщет. Я просто взял, проделал сквозь свою губу палец и понял. Самая большая проблема, реально, выбить из себя телевизор в контексте ютюба. А в чем это выражается? То есть телевизор это где? В чем? В самоцензуре? Нет, подача, наверное, больше. Ты начинаешь вести программу. Знаешь, грубо говоря, ведешь свадьбу, и ты можешь провести вместо свадьбы свой концерт. А праздник-то в другом. Праздник-то главные люди на свадьбе это молодожены, они ты. Поэтому здесь также истерик. И народ на самом деле не понимает, ну, какой я. Иногда и я не понимаю, какой я. Ты любишь детей? Обожаю. Ну, у меня же двое детей, и на самом деле младший сын, вообще-то долгожданный. У меня разница между детьми 12 лет почти. Да, но вопрос не про это, а почему ты решил вообще их хлеб кушать? Детский хлеб, имеешь в виду, забирать хлеб у блогеров? Нагло, просто решил не упустить шанс запрыгнуть в поезд, который вот-вот уйдет. То есть мы начали говорить о ютюбе пару лет назад. Я попробовал, говорю, смотреть топовых ютюберов, и, честно говоря, я вслух сказал даже фразу, что мне надо отрезать кусок мозга, чтобы делать тот контент, который делают они. Моё первое было впечатление таким. Sorry, я реально, я не понимал, почему там миллионники-блогеры, ну, тогда еще не было, там, знаешь, там, не знаю, там, трансформатора, там, который, да, пушил там серьезный контент и так далее. Я не понимаю, как, что они делают такого? Я действительно понимаю, что у меня достаточно детская аудитория. Но это неплохо, ну, потому что я с детьми, на самом деле, очень много работаю и коммуницирую. У меня есть и социальный проект Junior's, где я работаю с детьми. То есть мне пришлось вот себя, там, поломать. И это и есть челлендж. Потому что прийти и сказать, потому что многие, точнее, из телека приходят на ютюб и говорят, да я охеренный. А кто-то говорит, да я абсолютно охеренный, сейчас. Миллион, ха! Булщет! Ну, если оно не твое, то для меня до сих пор, я не знаю, получится ли. Это такой, типа, стрём. О формате. Я смотрел твое интервью, ну, оно есть и в видеоверсии тоже, с комсомолкой в конце 2017 года, когда ты рассказывал как раз о том, что хочешь запускать ютюб-канал. Ты там сказал такую фразу, что сейчас очень много трэша, ну, как-то так, примерно. Да-да-да. За цитату не ручаясь, но смысл такой, что много трэша, некачественного контента, если выходить, то делать что-то очень такое поучительное. Да, да. Выпуск с соленой веном, где ты мочишься в море и обсуждаешь секс в общественных местах, как связан с этой твоей фразой? Смотри, никак. После того, как я сказал эту фразу, я реально, мы поработали над каналом, над тем, что мы хотим делать, точнее, что, даже так, что надо делать для того, чтобы быть успешным на ютюбе. Надо мочиться в море. В том числе, к сожалению, да. Ну, типа, я не думаю, что я загрязнил Днепр. А, ты с такой позиции. То есть, детям посмотреть такое нормально, а не пролезет. Отмазаться я могу. Я, в тот момент, я, нет, смотри, я даже говорил, что, почему я не запускаю ютюб-канал, потому что вижу там один трэш и не понимаю, либо мне трэшевать, и я не хочу этого, как бы, да, делать, потому что, вроде, я там солидный майн и так далее, у меня двое детей, либо не лезть туда вообще. Посыл был такой. Когда мы проработали вообще, о чем будет канал, мы поняли, что, слушай, если так не делать, тогда можно туда не идти. И пришлось, соответственно, себя немножечко поломать и играть по правилам ютюба. Ну, пока мы, играя по правилам ютюба, все-таки, видишь, растем, двигаемся вперед. Будешь еще писать в море? В реку? Я буду всегда писать в реку. В итоге это же в море попало, ты знаешь, да? Я буду писать в реку и в море, потому что я люблю это делать. Ну, и следующие мои просто записы я не буду записывать и показывать людям. Но я делал это и до того, каюсь. Среди людей, которым ты это показываешь, есть наверняка твоя дочь, ей 13 лет сейчас. Она смотрит твои выпуски? Да. Реклама с пердолем ей понравилась? Да. Мне тоже, кстати, очень. Я боялся. Ты знаешь, пердоль это, как бы, вот, на данном этапе, та грань, за которой я очень сильно сомневался. Меня часто спрашивают, почему цвет моих вещей такой яркий. Я не хочу никого расстраивать и не признаюсь, что дело в том, что они просто новые, а говорю, что все это пердоль. Здравствуйте. Как часто вы пердолите? Что? Вы пробовали пердоль? Нет. Уже пердолил? Эм, нет. Зря. Не забывай. Окей. Пердоль каждый день. Что надо делать? Пердолить. Молодец. Жена скажет спасибо. Нету жены. Нету жены? Нет пердоля, нет жены. Не стойте на месте, начинайте пердолить. Если вы еще не пердолили, тогда мы идем к вам. Честно, я, даже когда мы там сняли и выдали пердоль на ютюбе, я боялся выдавать его в инстаграме. То есть, ютюб его как бы, ну, я что-то не сомневался, что он там зайдет, а в инстаграме я думал, сейчас посыпется. Сейчас мамочки, которые у меня подписаны, у меня аудитория в инстаграме 78% женщины. Причем аудитория там типа ядро 17-35, то есть типа это молодые мамы где-то, да. Я думал, как меня сейчас уничтожат, что вы детям показываете, какой пердоль каждый день и так далее. Она была воспринята очень позитивно, а я думал, что это за грани. Вот это тот телек, который во мне живет, знаешь, и все-таки то, что я отец. Друзья, как вы знаете, ютюб недавно обновил свое приложение, и теперь там можно посмотреть, сколько времени вы тратите на просмотр контента. И когда я увидел свои цифры, то немного обалдел, потому что всего лишь 5 часов в день я трачу на просмотр роликов, потому что вынужден экономить заряд батареи. Как же хорошо, что ребята из Samsung выпустили свой новый флагман Galaxy Note 9, батарея которого держит целый день активного использования. Теперь я могу смотреть по 10 раз один и тот же выпуск Franch TV, а я действительно так делаю, когда мы монтируем. И еще у меня остается заряда на другую работу. Кстати, в Note 9 расширили объем встроенной памяти, теперь она составляет 128 гигабайт, это в два раза больше, чем было в предыдущем флагмане. А с помощью карт microSD вы можете расширить еще на 512 гигабайт. И еще один интересный факт. По версии YouTube, Galaxy Note 9 был признан лучшим смартфоном для просмотра контента. Сейчас я нахожусь в Samsung Experience Store на Крещатике, где можно потестировать и приобрести новый флагман, а кто-то его сегодня даже выиграл. Galaxy Note 9 это действительно классный телефон для предпринимателей, потому что в нем есть S-Pen. Если раньше вы помните, с его помощью можно было рисовать или делать заметки, то в новой версии, в Note 9, в него встроили Bluetooth, с помощью которого можно листать слайды презентации, делать групповые фото и переключать треки. Я вам сейчас покажу, как делать классные групповые снимки. Вы ставите Note 9, отходите и с помощью S-Pen, нажав на кнопочку, делаете классный групповой снимок. Конечно же, в Note 9 была усовершенствована камера, теперь она нам позволяет делать качественные снимки в любое время дня и ночи, потому что у нее есть двойная апертура. Теперь телефон умеет распознавать закрытые глаза, смазы, засветы и предупреждать об этом владельца. Я знаю, что нас смотрят трудоголики, вы любите работать. И теперь, когда вы отправляетесь в командировку, вам не обязательно брать с собой ноутбук. Вы можете взять Galaxy Note 9 и с помощью Dex подключить его к монитору, использовать как полноценный настольный компьютер. Но даже в командировке, я надеюсь, вы будете оставаться с нами и продолжать смотреть выпуски French TV. Участвовал ли ты когда-то в создании телевизионных шоу, причем не только в качестве ведущего, но и в качестве, не знаю, продюсера? Скажу больше, мы даже где-то даже подтыривали какие-то идеи и так далее. Мы когда-то пытались сделать педан притула шоу, с моим коллегой, ну да, пытались сделать его успешным. Хочешь так скажу. Да, два сезона пытались. По факту мы хотели сделать лейт-найт шоу, как и все в этой стране, как и в России многие, но почему-то получилось только у Вани Урганта. В принципе, я даже где-то объясню, почему. Вот мне очень, у меня, правда, у меня вопрос следующий. Почему у нас в стране нет ни одного нормального лейт-найт шоу? Объясню, давай хоть отсюда и начнем. Мое мнение такое, у нас нет культуры лейт-найт, вообще никакой. Культура лейт-найт была рождена в Штатах, и она рождена была более 50 лет назад и так далее. Я лично там был, смотрел эти программы, и Джимми Феллона, да, там на западном и восточном побережье есть свой культовый чувак и так далее. Наш народ не понимает, что это. Они не знают, с чем он есть и как его есть. Если перейти к Ване Урганту, то... Да, у России что же не было? Знаешь ты или нет, что у него первых там три сезона были мега не рентабельны, что ли, мега не рейтинговыми, да. Ну, то есть они были в два раза там ниже, чем рейтинг ОРТ. То есть реально были хреновые рейтинги, но тем не менее, там продюсирование канала решило, что, во-первых, это Ваня Урган, мы в него верим, во-вторых, мы настолько крутые, что мы продаем эту тему. И вот они почти два года долбили, и народ... Что надо просто заливать деньги, очень долго. Во-первых, надо сделать качественный продукт, и очень долго, ну и реально вкладывать у него, и его долго ждать, надо переучить. Они тупо воспитали поколение, которое уже воспринимает это как формат, это раз. Во-вторых, извини, но у них есть большие плюсы. Это ОРТ, это Россия, это громадный рынок. К нам когда-либо заезжали там, типа, Люки Бессоны в Украину с презентациями своих фильмов. Все голливудские звезды, которые пришли бы к кому-то в Украине на лейт-найт. Сори, но нет. То есть, понимаешь, у них своих персон хватает, типа Оли Бузовой, которые реально интересны. Да, интересны. У нас Полякова есть. Давай пересчитаем на пальцах двух рук. Да, я понял. Честно, у нас мало звезд, которые прям вызывают такой интерес. Раз. Второе, к сожалению, в нашей стране проблемы с событиями, с новостями. С этим мы столкнулись еще там во времена подъема. Если не лезть в политику, ты имеешь в виду? Да, если не лезть в политику. Да и политика сейчас неинтересна. Сейчас даже нет культовых политических персонажей. Ляшко отошел. Ну, неинтересен уже как-то что-то, знаешь. Контакт у него закончился. Видимо, юмористический контакт закончился, да. 95-й квартал отозвал свою резиденту. Я даже не знаю, о чем сейчас шутит 95-й квартал, учитывая политическую ситуацию в стране. То есть не происходит ничего интересного. Мало интересных персонажей и нету культуры. Вот и все. Ну и, наверное, нету Урганта, может, хрен его знает, черт его. Ты бы мог быть украинским Ургантом? Я уже пробовал, не получилось, знаешь. Я не умею зарабатывать деньги, то есть я не стараюсь заработать деньги. Я стараюсь херачить. И они как-то приходят и точно так же хорошо уходят. Я в этом плане, честно, вот прям по-настоящему не бизнесмен. Поэтому у меня нет бизнеса. Да, так всегда было. Потому что, когда я приехал в Киев... Даже когда было, имею в виду, мало денег. Даже когда было мало денег. Знаешь, что я сделал, когда переехал в Киев? Я взял в разгар цен в Киеве в 2008 году в кредит квартиру на Дарнице 45, 44,5 квадратных метров. Знаешь, за сколько? За 120 тысяч долларов в кредит без взноса, потому что у меня его не было. В долларовом кредит? В долларовом кредит. Восьмой год. Восьмой год. Отлично. Я поначалу платил, знаешь, схема кредитования аннуитет. Да. У меня банковское образование. Из 1100 долларов в месяц, которые я платил, 100 падало на тело кредита. Остальное шло на проценты. Ну, то есть, я не знаю, как вообще я на это пошел. Моя жена тоже, кризис, что разрешила мне это. Ну, я залез вот в такую аферу. Потом я еще, мало того, через месяц или полтора, я сказал, слушай, мы же в Камеде такие крутые. Нам же надо корчить из себя крутых чуваков. Мне надо взять машину. Он говорит, чего? Какая машина? У нас 120 тысяч в кредите. Не, 115, извини, потому что 5 мы такие что-то там насобирали где-то с горем пополам. И я взял BMW 118, правда, которая была после тест-драйва. Она была годовалая, из салона, где-то порядка 30 тысяч долларов она мне обошлась. То есть, у меня в одно время была кредитная история. В 150 тысяч долларов ничем не подкреплена. Все наши родные и мои жены в родном Хмельницком на тот момент, если бы продали все имущество, не погасили бы это. Понимаешь, да? То есть, вот так я отношусь к деньгам. И переехали бы все вместе в твою квартиру и в твою машину. Конечно. Ну, мы распетляли это. Вот такое мое отношение. Да, может мне фартит. Но я дофига еще вкалываю для этого. Друзья, давайте признаемся. Каждый из нас действительно умеет управлять своими деньгами. Записывает ли свои расходы, например. Не говоря уже о том, чтобы куда-то инвестировать деньги. Вот я сейчас нахожусь в офисе компании «Финсоветник». Со мной Алексей Зарусский, основатель компании, у которой более 2 миллионов долларов находятся в управлении. Леша, скажи, а с какой суммы можно стать действительно таким инвестором? Ну, это так ты громко так сказал. Можно и со 100 долларов начать. Вопрос только, куда их направить. Представь, что если бы мы по 100 долларов вложили 12 лет назад, когда только Facebook начинался. Да. Где мы сейчас были? Миллионерами уже, наверное. И таких примеров очень много. Uber, Amazon, даже тот же биткоин, который сейчас просто взрывает сети. Никто не понимает, что это, но оно почему-то растет и все окей. Именно поэтому у нас есть решение, есть аналитический интенсив, где мы помогаем людям понимать, видеть, знать и чувствовать вот эти вот тренды будущего. Куда инвестировать и во что сейчас выгоднее всего. То есть увидеть будущее в Facebook, Uber, Amazon и так далее, да? Не совсем. Это уже про историю квантового компьютера, искусственного интеллекта и технологии блокчейн. Слушай, а давай для людей, для тех наших зрителей, которые хотят куда-то вкладывать свои деньги и умножать их, но не знают куда и как, сделаем какое-то специальное предложение от финсоветника. Мы можем сделать 20% скидки на все пакеты и при этом после прохождения интенсива мы разработаем конкретно персонализированную стратегию и тактику достижения своих финансовых целей. Проделаем аудит, ну в общем как у доктора, потому что у каждого свой мир, свои возможности, свои ситуации и так далее. Отлично, ну давай как-то ограничим по времени, потому что халява постоянно это неправильно, мне кажется. А, окей. Давай месяц сделаем. Месяц, друзья. В течение месяца после выхода этого выпуска будет доступно 20% скидки, если вы скажете, что вы от French TV. Переходите по ссылочке, которую найдете в описании, плюс вот здесь подсказки, читайте, интересуйтесь, регистрируйтесь на интенсив и учитесь зарабатывать деньги. Ну а мы продолжим смотреть выпуск. Твой основной источник дохода сейчас это телек или уже там корпоративы? Корпоративы. Все равно до сих пор люди, которые работают на телеке, в большинстве случаев зарабатывают, ну я говорю о ведущих, на корпоративах. Процесс пошел, мы на телевидении наконец-то зарабатываем деньги, за которые можно жить. Потому что до этого и во время подъема, еще когда всякие М1 и так далее, там была такая схема, что ты получаешь, ну там, не то что копейки, не знаю, получал 500 баксов, ну может максимум 1000 в месяц на телевидении. Но ты работал на свою популярность, а потом отбивал это на мероприятиях. Ну это как в том анекдоте, вот тебе пистолет и дальше крутись как хочешь. Типа того, да. То есть типа мы работали на популярность. Это как артист, который выставляет свое видео, свой клип, он в ротации, все, все слушают, поют шлепки, шлепали и ходят тебе на концерты, да, или заказывают тебе на корпоратив. В принципе та же самая схема. Потом произошли изменения на телеке. В связи с чем? Больше денег стало прям? А как-то типа сломалась эта штука. Фреймут повлияла очень хорошо и Андрюха Даманский потом, по-моему, у них были хорошие, типа их перекупали каналы. Вот их снова канал перекупили за хорошие деньги. Ну и конечно же тоже был повод мне поговорить, нам поговорить на нашем канале, типа ребят, ну сори, на рынке уже такие цены. Да, и мы подняли цену, я благодарен, это здорово, как бы за эти деньги реально можно жить. Но никто не отменял корпоративы, дети хотят кушать, хочется развиваться дальше. Конечно же хочется поставить их на ноги, дать им образование и так далее. Поэтому, ну я фигачит как бы не по-детски. Но это все, у тебя нет никакого бизнеса? Бизнеса, нет. Вот как раз YouTube, это первая попытка создать как раз бизнес. Я честно верю в то, что на нем можно нормально, я не делаю какой-то говноконтент, делаю что-то достойное и нормально зарабатывать. И я в принципе к этому иду. Это независимость. Ну чувак, все-таки знаешь, типа я на телеке за ложной ситуацией. Мне дают проект, который я веду. И все равно формат проекта диктует то, каким я должен там быть. Да, и на YouTube я могу распределять свое время сам. Я могу выбирать даты и так далее. У меня был проект на телеке «Дешевое сердито», где я снимал один эпизод 9 дней. 9 дней, одну программу. Мы снимали 13 программ 9 месяцев. С жуткими графиками, с переездами и так далее. Я не знал, что у меня будет послезавтра. Я не мог ничего спланировать. Это, ну типа, это значит, жизнь, когда ты просто как хомячок. Ты куда-то бежишь, 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 остановился, говори, нет, побежали дальше. А все ради чего? Там же, ну насколько глубокий этот контент получился? Ты научился реально экономить? Там были какие-то лайфхаки, которые применимы. Процентное соотношение их было, ну процентов 20. Ну может 30 в лучшем случае. Полезность, да, полезность. Остальное это фан. Мы и били, да, били на фан. Я как бы, слушай, мы сильно дурачились и так далее. Нет, были прикольные программы. Слушай, у меня была программа, в которой я объездил всю Украину и нашел чисто украинские продукты. То есть я нашел украинскую устрицу, я нашел украинскую фуа-гра, украинские вицки и прочее. Я действительно, то есть это абсолютно патриотичная была история. Это ты работал поставщиком у Димы Борисова, наверное, в восстании барриканья. Дима Борисов подтянул поставщиков устриц, тех, которых я нашел позже, кстати. Вот, и для меня это был шок и удивление, это было прикольно. Но я не могу сказать, что все программы были такими. Хотя я там ездил на поездах, метро пробовал и так далее. То есть я реально опускался нормально для того, чтобы люди тоже не говорили. Чувак приехал на Бентли, а корчит из себя, типа, бомжа. Нет, ребята, я нажал из-за такого дерьма за эту программу. Вот прямо, вот не по-детски, честно. Я пробовал на себе действительно эти все штуки. Иногда ты делаешь какую-то чухню и думаешь, нахера? Вот кому это надо? Вот честно. А потом, типа, в комментариях под этим видео пишут, да, так прикольно, вот это вы погнали. Ну, может, ну, хоть так. Но все-таки хочется пользу какую-то нести? Ты через свой влог хоть когда-нибудь начнешь что-то полезное для детей рассказывать, кроме того, как... Писать реку. Да я пытаюсь придумать другой пример. Найди еще какой-то, покопайся. У тебя есть спортивная история. Я так понимаю, ты канал, в том числе, ориентировал на детей, потому что у тебя еще есть аудитория детская по спортивной части. Давай об этом поговорим. Давай поговорим. Я смотрел и удивился тому, как ты сам трансформировался за, ну, например, 8 лет. Я имею в виду физически. Ты в спорт пришел по каким мотивам? Я к спорту пришел эволюционно. Я искал для себя какую-то возможность отвлечься и не сговниться. Ну, в контексте чего? Я не знаю, чувствуешь ли это ты у себя, но там в шоу-бизнесе или там на телевидении, на самом деле вокруг много фальши. Не хочется называть это дерьмом, много фальши. Цинизма, фальши. Люди врут и улыбаются в этот момент. Это не может не радовать. Это бесит. Меня это на самом деле бесит. И ты тоже должен играть чуть-чуть по этим правилам. Раз. Второе. У меня очень там сильный энергетический обмен. Да, ты когда ведешь даже мероприятие на 100, 200, 300 человек, ну, извини, ты отдаешься полностью. И на самом деле, потом приходя домой, у меня бывают моменты, когда мои дома знают, мне лучше сегодня не трогать. Ну, потому что просто ты на негативе. Ты отдал все хорошее, и ты такой, типа, говняшка. И я искал возможность, как можно делать перезагрузку. Извини, кто-то находит перезагрузку, это всем известно, там, в наркотиках, в бухле, в каких-то бабах странных и так далее. Честно, ну, я это видел, у меня это было вокруг. У меня даже были друзья, которые плохо закончили, когда уходили именно в это. Мне повезло, что во время подъема я встретился с ребятами, и они мне открыли путь в экстрим. Пришли просто ребята с лыжами, а я с детства мечтал покататься на сноуборде, научиться. Ты к тому моменту никаким спортом не занимался? Я в футбол бегал. Ну, то есть, периодически бегал. Я, в принципе, всегда был околоспортивный. Но так систематически, да, я тогда только занимался футболом в составе ФК «Маэстро». Есть такая команда звезды эстрады. Неважно. И они мне открыли путь, говорят, чувак, лыжи, сноуборд, это очень круто и не так сложно, как кажется. Я попробовал, я начал кататься и подсел. Правда, копнул глубже, они меня подсадили на фрирайд. Это когда ты вне трассы, наваливаешь между елок, можешь физически разорвать себе задницу. У меня такое, кстати, было, я катаюсь в защите. И как-то заехал в елке так, что у меня на пластмассовой защите были такие прямо ссадины. На полсантиметра просто ссадины. Если там не было твердой пластмассы, а это мотоциклетная защита, на которой можно по асфальту, знаешь, колесить на жопе, то я бы разорвал себе зад. Извини, нафиг, ну как бы это реально стрёмно. Там ты можешь лавину подорвать, там просто убраться и так далее. Но в этот момент, когда ты без остановки наваливаешь на доске, и у тебя мозг каждую долю секунды принимает решение, как ты должен ехать. Не отключаясь. Вот просто ты едешь там типа до 10 минут, и у тебя мозг отключается от всего. Ты забываешь о том, что у тебя есть дома семья, дети, работа, о том всем плохом и даже хорошем. У тебя просто очищается подсознание даже где-то и так далее. После этого ты приезжаешь со всем другим человеком. Обнулился. Такое же я нашел в серфе, такое же я нашел всяких прыжок с парашютом и так далее. Почему люди туда тянутся? Вот так я подсел на спорт. Я понял, что мне надо постоянно заниматься спортом и еще с какими-то выездами экстремальными раз в три месяца, раз в полгода. Ты пицухи накачал между елками прыгая? Да, слушай, я не хожу в спортзал, чувак, вообще не хожу, я в спортзал не ходил больше года. Да, я делаю там, последних там пару месяцев нет, но там я могу делать зарядку утреннюю, которая состоит из отжиманий, пресса, там чуть-чуть спину покачал и приседаний. Там 20 минут перед завтраком и дальше понеслась. У меня не летом, действительно была такая история, пару месяцев я это практиковал каждый день. Очень полезно, всем рекомендую. Вот так просто, но надо себя, сука, заставить. Надо встать с утра и сказать, так, а теперь вместо того, чтобы жрать, сначала выпиваем стакан воды, занимаемся, потом уже душ и еда или еда, душ, уже ты решайте сами. Ну это очень полезно. И когда стал вопрос, что сделать полезного и хорошего, куда, ну мне уже надо было в социальную какую-то историю, реально хотелось. Я очень в этом плане там сентиментально иронимый, у меня есть мои дети, и мне тяжело на самом деле с детками больными. Я хожу иногда и в интернаты, и был у онкобольных детей и так далее, но я после этого прихожу и мне реально жить не хочется, мне очень тяжело. И хотелось сделать что-то тоже полезное, социальное, но более позитивное. И вот это все вылилось в то, что мои спортивные увлечения подтолкнули на идею, которая просто начал проговаривать вслух. Тупо начал давать интервью и говорить, я хочу изменить систему физкультуры в школах. Вот у меня родился сын, и мне пришла в голову, знаешь, как типа флэш, вспышка. Я говорю, я хочу изменить систему физкультуры в школах. Вот когда мой сын вырастет, войдет в школу, я хочу, чтобы он шел на физкультуру и получал удовольствие. С удовольствием я пробовал на себе много видов спорта, порядка 30. Плюс я соучредитель спортивно-музыкального фестиваля Z Games. Есть такой, был в этом году, мы его не сделали. Летом, зимой, надеюсь, сделаем. Мы дружим с спортивными федерациями, да, причем не олимпийскими спортивными федерациями, не те, которые на деребане сидят у кормушки, когда государство. Это вот там фрисби, это просто пацаны собрались и создали себе федерацию, начали играть, сделали чемпионат, сбрасываются, взносы, играют, получают удовольствие. Причем большинство из них успешные, ну как бы это очень крутая штука. Там флорбол, это просто клюшка и вот такой вот мячик, который весит 25 грамм, клюшка 350 грамм карбоновая, и они гоняют этот мячик в любом спортзале или на улице и так далее. Мы подтянули первых пару видов спорта, остальные пришли к нам. У меня сейчас порядка 8 видов спорта, которые официально разрешены министерством образования к преподаванию на уроках физкультуры. Так сложилось, что вся ситуация дозрела, да, эти федерации тоже хотели, хотели прийти к детям, хотели прийти в школу, фиг их кто пустит. Все школьные спортзалы расписаны, директора нормально получают денег, туда тяжело влезть. То есть ты как медийное лицо, которое помогает этому случиться? Да, но я их еще объединил. То есть мы объединились вместе, у нас одна цель. Мы едем по городам. Я как медийное лицо имею немножечко веса. Я продавливаю мэра, чтобы он пришел и подписал меморандум. И пообещал со мной подписывать договор, что он закупит в школы спортивное снаряжение. Новое спортивное снаряжение. Далее я продвиваю то, чтобы департамент образования собрал туда реально физруков. Даже если они не хотят, а они в большинстве случаев не все хотят. Есть молодежь реально, которая приходит сразу вот с такими глазами. Есть те, которые их загоняют. Но я прихожу их и ломаю. Я с ними говорю в лоб. Говорю, давайте так, сколько у вас процентов учеников в классе, ну там в школе, не знаю, приходят со справками. Настоящими справками, а не липовыми, потому что они не хотят ходить на уроки физкультуры. Они, конечно, привирают, ну, 10, 20, 30, по факту мы знаем, что это дофига. Говорю, хорошо, сколько у вас на уроках физкультуры бывают таких ситуаций, когда вы приходите на урок физкультуры, бросаете футбольный мяч, пацаны гоняют, а девочки сидят и ковыряются в носу. Им тяжело это признавать. Ну, там, как бы, что мы можем изрубить-то? Я говорю, смотрите, я вам предлагаю, вот, свет в конце туннеля. 8 видов спорта. Каждый из них вы можете у себя преподавать. Причем для этого ничего не надо. Например, чирлидинг. Группа поддержки, знаешь, все видели в американских фильмах, помпоны, девочки прыгают. Представляете, вы завтра приходите на урок физкультуры и говорите, девчонки, отныне на уроках физкультуры вы будете заниматься чирлидингом. В смысле, говорят, девочки, в прямом. Вы собираете команду, вы им показываете пару движений, дальше они смотрят все в интернете, готовятся и на уроках физкультуры работают даже за вас. Но в этот момент девочки не сидят на лавочке, а они реально занимаются этим. А в чем мотивация физрука? Им разве важно, чтобы все были заняты? Слушай, ну, у тебя есть мотивация деньгами или каким-то возможным зарабатывать? Я объявил от себя конкурс на лучшего учителя года в Украине с премией в 30 тысяч гривен. Если физрук не дурак, то он может у себя в школе сделать секцию по этому виду спорта. Потому что мы ему даем базу, мы действительно их три с половиной часа, они у меня гоняют. У меня бабушки 80 лет бросали со мной диски фрисби. 80 лет в Запорожье есть учитель физкультуры, звать ее Надежда. Она бросала фрисби мне и говорила, что это крутая штука, я введу это в школе. В Каменском мужчина лет 70 и говорит, что это все фигня, но флорбол я у себя введу, потому что я хоккеист бывший, я знаю, как это делать. А ты их ловишь просто на реализацию каких-то своих давних? Во-первых, давних. Во-вторых, слушай, я им говорю, физрук может быть авторитетом. Вы можете быть героем в глазах этих детей, а не чуваком, который заставляет их прыгать через козлы. То есть это мотивация? Мотивацию я им еще разноплановую. Я заставляю мэра подписать еще договор, чтобы не просто от меня это была премия, чтобы ежегодно, еще и на уровне города была премия в 10-20 тысяч гривен. Мы объясняем им, ребята, вы можете дальше делать соревнования и так далее, ездить с этими детьми. Потому что это начало, это не футбол, в который ты уже не влезешь, потому что там все расписано, потому что там бешеная конкуренция. А дети начинают играть в эти виды спорта, все на равных. Они сразу же получают удовольствие от первых побед и так далее. И они у вас будут кайфовать на уроках физкультуры. У них не будет к вам претензий, родители не будут на вас смотреть косо, наоборот. Вот что я им даю. Ты сказал, что ты занимался более 30, познал более 30 видов спорта. Давай попробуем, угадаешь ли ты, как называется этот вид спорта. Давай. По картинке просто. Давай. Вейкбординг. Точно, да? Да, сто процентов я на нем занимался. Я им занимался, мне даже надоело. Почему-то, скорее всего, канатная версия. Нет, это называется экстремальное оглажение. То есть, ребята берут гладильную доску, берут утюг и, видимо, то, что им нужно погладить. И в самых неожиданных местах, не обязательно на вейке, они это делают на Эвересте. Там ты можешь увидеть людей, гладящих что-то в совершенно неожиданных местах. Вот. Здесь ничего не скрыто. Это уже полная версия. Это какая-то типа то ли Шотландия, то ли Ирландия. Британия. Британия. Бегут за головкой сыра. Куперсилдская сырная горка. Они раз в год собираются. Кидают головку какого-то там. Да, есть такая же типа за бревном или бревно за ними, я уже не помню. Это знаешь? Да. По-моему, ты в Голландии, ты или где. Бег с женщиной на плечах. В Финляндии. В Финляндии. Да, в Сандинавии. С женщиной на плечах. Я читал об этом. Но ты знаешь, как бы, это программа «Кто сверху». И сверху женщины. Ты знаешь, какой там приз в конце? Нет, не помню. Ну, для тех, кто добегает, конечно же. Там есть препятствия, вода, какие-то. Да, да, болота. Да, что-то такое очень опасное. И те, кто добегают, мужчина получает приз пива. Его объем составляет вес женщины. Ой, класс. Ну, это круто. Знаешь, я не против, на самом деле, не думайте, что я штунда, я против алкоголя. Я пью. Я даже скажу, иногда я бухаю. Ну, если говорить прямо о том количестве. Ну, единственное, что я много не могу выпить. Во мне там 70 килограмм веса. Ну, я люблю хорошее пиво. Иди к нам, нам можно пить больше. Нам, трехзначникам, можно пить больше. Слушай, ну, я должен быть, я для детей должен быть примером. Поэтому я выбираю, например, ИПА, НДНПЛЛ, и выпивая там 0.33, ты понимаешь, что и пиво попил, и вкусно было, и больше не хочется. А ты любитель пива, да? Я люблю пиво и виски. А вискария я люблю вообще дымный, торфяной. Это знаешь, что? Подожди, это что-то... Здесь все имеет смысл. Бокс, шахматы, шахбокс. Да. Шахбокс, шахбокс. Типа, вот тут я до конца не понимаю. Шахбокс. Они играют следующим образом. Они сначала сидят, играют раунд в шахматы, а потом раунд в боксе. И так, 11, ну, почему-то 11 раз. Один саундов. Офигеть. Ну, это, кстати, очень крутая тема. Знаешь, я был удивлен, чему? Ты знаешь, сколько сейчас стоит час занятия по шахматам в Киеве? Хорошего шахматиста имеющего какой-то разряд. От 800 тысячи гривен. Тысячу гривен получает преподаватель по шахматам. Имея там, типа, какой-то там, знаешь, мастер спорта или КМС. Потому что бизнесмены отдают своих детей на шахматы. Шахматы развивают мышление, да, стратегическое мышление и так далее. Это тысячи гривен, чувак, посчитай. Я немножко не улавливаю, это много или мало? Это дофигища. Ты в день можешь заработать 8 тысяч гривен. 8 тысяч гривен, извини, это что, у нас 300 баксов получается? 300 баксов может зарабатывать преподаватель шахмат. В Киеве, правда, и говорят именно об этом регионе. А в месяц? Сейчас все, кто нас смотрят из физкультурников, стали просто и пошли в студию. Слушай, работая 10 дней в месяц по 8 часов, они могут иметь трешку баксов. Шахматист. Он же может и 10 тогда лупить, понимаешь? Ну вот, я тебе говорю, что есть возможности и даже на этом зарабатывать. Но вот это крутая штука и боксы. Так, ну и последнее, очень неожиданное. Зекс, конечно, что-то там. Ты прав. Хотя бы версия, если ты не знаешь, как это называется. Ну, мне кажется, что зверек живой. Да, 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 он точно живой. Это какой-то кто-то хомяк, суслик. Это хорек. Хорек. И он, в принципе, довольно злой на фотке, судя по всему. Ну, он может отгрызть тебе шляпу, на самом деле, я так понимаю. А что в чем шляпу? Окей. И как это назвать? В принципе, ты все правильно говоришь. Хорек. Ну, так как это иностранный вид спорта, у нас его можно действительно хорькуй называть. Но у них это называется удерживание, ну, очень банально удерживание хорька в штанах. То есть он засовывает штаны и должен чем-то как можно дольше продержаться? Двух разъяренных хорьков мужчина засовывает себе в штаны. И есть смельчаки, точнее, есть чемпионы, которые делали это на протяжении пяти часов. Победитель. Чувак, это крайняя степень садомаза или я не понимаю, зачем? Ну, такой спорт, видимо, есть. Ты знаешь, мужики привыкли меряться письками. Это как бы нормально для мужиков. Единственное, что погрызенными письками мерятся или что? Или мерятся те, кто осталось? Я не до конца не понимаю. Конечно, я не так хорошо разбираюсь в спорте, как Саша Пидан, но то, в чем я являюсь экспертом, это упаковка франшиз. Наша компания уже более 16 лет этим занимается. У нас были проекты, что называется, от киоска до завода. У нас даже была франшиза вертолетной площадки, представляете? Поэтому, друзья, если у вас есть бизнес, который вы хотите упаковать во франшизу или развивать уже существующую, то записывайтесь на бесплатную консультацию. Ссылочка есть в описании. Плюс вот здесь будет подсказка. Буду рад вас лично проконсультировать по развитию вашего бизнеса и франшизы. Поехали смотреть дальше. Ты, кстати, много путешествуешь. Почему не решился делать именно travel-влог? У меня, кстати, сейчас выйдет где-то travel-влог. Скажу так. У меня был уже один опыт. У меня есть закадычный дружбан Серафим. Мы как-то полетели в Норвегию заниматься серфингом. За полярным кругом. Видели северное сияние. И серфили при температуре плюс 2 градуса. Плюс 2, плюс 3. На улице было минус 5. И мы в специальных гидрокостюмах серфили и так далее. Мы сняли всю эту историю и отдали на Megu.go. И отдали на YouTube нового канала. Потому что у меня тогда моего канала не было. И она там прикольно зашла. Это очень интересно. Мы взяли кемпер, трейлер. И мы на нем обколесили 3000 километров. Сняли, по-моему, 11 эпизодов от 5 до 12 минут. Самое охеренное место на Земле. Где ты был разумеется? Не могу сказать одно. Можно несколько. Япония. Это просто другой мир. Это как на Марс летать. Это другие люди с другим менталитетом. Начиная от того, как они ходят в туалет, заканчивая тем, как они общаются. Они как-то по-своему ходят в туалет? Они заходят в туалет и переодевают обычные тапочки на туалет. А, это история. Например. Потом у них унитазное седло. На нем сидеть удобнее, чем на сиденье даже моего автомобиля. А что у тебя сейчас с этим? У меня Volvo. Не, мне тоже там удобно. Я много проживу времени. Но просто японцы, например, столько проводят время в туалете, что у них седло унитаза подогревает тебе задницу. Там сидит какой-то снайпер, ты нажимаешь на кнопочку, он стреляет. Если ты мальчик, одна кнопочка тебе туда. Если ты девочка, тебе туда. Ты регулируешь температуру. Быстрела. И выстрела, и интенсивность. Ну и просто вершина разума и рациональности. Это что делают девочки, когда заходят в туалет? Ну, чтобы их не слышали. Они тоже как бы смывают воду. Да. Японцы очень рациональны. Они подумали, зачем тратить природный ресурс. Они сделали кнопку, ты нажимаешь ее, и звучит звук смыва воды. Из колонки. Понимаешь? Столько, сколько нужно. Это Япония. Плюс природа. Но я думал, что в Японии самая красивая природа, пока не побывал в Норвегии. Норвегия, это просто... Я хочу дальше посмотреть, круче ли Новая Зеландия. Но Норвегия, это просто разрыв мозга. Я реально, я ехал за рулем кемпера. И вот так вот просто смотрел по сторонам. Смотрел на эти домики, на которых растет трава. За каждого камня такое ощущение, что выскочит какой-то хоббит. Вот ты реально начинаешь верить в эти все фэнтези-штуки. И ты как-то тебя эта природа поглощает так, что ты даже начинаешь понимать этих людей, которые живут на хуторах, выращивают овец и так далее. Это невероятно. Плюс северное сияние, которое я видел. Это вообще что-то и нечто. А вот эта вот история, она связана с путешествиями? Чернобыль, да. Я хотел побывать в Чернобыле. Я побывал там. Это первый раз, да? Это либо первый, либо второй, честно не помню. У меня даже есть видео. Мало того, я же типа нелегал, я вылез на Дугу-1. Знаешь, что такое Дугу-1? Дугу-1 это на территории Чернобыля, Припяти. Ну, на территории Чернобыльской закрытой зоны. Находится последнее из таких сооружений. Это радиолокационное сооружение высотой 150 метров, длиной почти 800. Которые там типа посылали сигнал. Они улавливали в запуск ядерных ракет на территории Штатов. Таких было три, по-моему, комплекса. И вот это осталось последнее. Может быть, по-моему, одна еще в России где-то осталась. Но на Украине была одна под Николаевым. Ее разрушили, разобрали металлолом. А учитывая, что из зоны нельзя вывозить, вот она еще осталась. Я поднялся на нее. 150 метров. Это нереальная, конечно, история. Это не скалолазание, там есть лестница, да? Да, там ржавая лестница. Просто ржавые вот такие вот лестницы. И ты каждый раз, чем выше, тем она больше шатается. Она скрипит и думаешь, какой хера я сюда вообще полез. Зачем? Ты смотришь эмоферов или что? Ну, иногда посматриваю, мне хочется адреналина. Но как бы не совсем это моя штука. Мне просто... Мы снимали еще сюжет. У меня есть такая штука, что я много вещей сделал, когда снимал сюжеты. Когда включается камера, у меня падает забраво, я знаю, что это надо сделать. И ощущение страха притупляется. Какие самые опасные ситуации у тебя получались именно в моменты, когда ты хочешь сделать что-то для камеры? Помимо вот этой истории с другой. Самый опасный момент, я в Доминикане в шторм нырял в воду с местными. И нырнул в коралловый риф. У меня на лице 15 швов. Тебя подняли или сам выпал? Нет, я встал. То есть там была вот так вот воды и коралловый риф. Я туда нырнул щучкой. От одного, получается, уперся руками, оттолкнулся и во второй. То есть у меня потекло... То есть я встал. У меня потекла ешька там по глазу. Я просто взял, проделал сквозь свою губу палец и понял. А, вот это у тебя шов? Нет? Это шов, здесь шов. Вот здесь швы. Когда я... У меня на холоде видно на самом деле швы. У меня реально... Меня просто забрали, отвезли к какому-то доктору Рамиросу, у которого больница, ветеринарка, все вместе. У меня положил на стол без анестезии, без ничего. Заштопал. Оказалось, что в этом... А это пару... Ну, там, не знаю, там 100 домов, наверное. Это типа хутор, там, знаешь, как портовый городочек, масенький, село. Вот у меня заштопал. Через пять дней я был уже в прямом эфире. Вот с таким черным нарисованным лицом. Ну, то есть, что меня смутило в тот момент, это то, что когда я вот... Знаешь, вот то, что я говорю, когда камера включается. Я встал, понимаю, башка разрывается, что-то не то, кровь течет. Я думаю, так, подожди, подожди, но я же еще смогу снимать. Но когда я уже продел палец сквозь губы, я понял, трындец. Я просто не смогу дальше снимать. С учетом того, что я полетел в Доминикану, как дебилоид, на три дня, я летел больше суток в одну сторону и обратно. Там я был всего три дня, должен был снять 16 что-то там типа сюжетов коротеньких для подъема. Да, 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 чувак, по минутных, но штук 16 там что-то спонсорских. И единственная мысль первая, которая мне была, бля, я не смогу дальше снимать. Не то, что там типа чувак, я выжил или вообще выживу ли я, потому что я не понимал. Первая мысль была, я не смогу дальше снимать. И это не совсем правильно, знаешь, тоже неправильно. Потому что мне надо было думать о том, что, блин, у меня дома ребенок. Вот о чем надо было думать. Вот с тех пор кое-что поменялось. Ты понимаешь, очень много мифов о Чернобыле. Люди боятся радиации, которые там, по сути, нет, она есть, она есть локально на местах. И если ты идешь с гидом, не надо быть дебилом, это удалить самому, конечно же. То есть по тропам, которым тебя водят, у тебя есть прибор, который показывает ситуацию. В самом городе Чернобыль, городке, да, где находится гостиница, и там можно переночевать и так далее, радиационный фонд такой же, как в центре Киева. Один в один. Если ты будешь искать какую-то штуку, нам показывали, там, знаешь, в бывшей больнице лежит тряпка из-под шлема. Которую вот так вот подносишь, и там, конечно, просто зашкаливает. Убираешь на метр, и практически все нормально. Ну, то есть не надо искать себе приключений. Очень много прикольных мифов я разбил там, знаешь, от того, что люди думают, да, там, у свиньи вырастает пятая нога и так далее. Ну, все это слышали в детстве. Вторая голова. Да, да. Слушай, природа в зоне отчуждения гораздо чище, чем где-либо в Украине. Это заповедная фактически зона, которая создана, ну, к сожалению, из-за такой ситуации. Там уже люди нормально охотятся, депутаты, в ближайших зонах уже очень даже недешево покупают землю и строят дома, потому что там реально природа очистилась за это время без цивилизации настолько, что, ну, вот просто на твоих глазах ты видишь, как природа забирает свое. Когда тополь прорастает сквозь асфальт, корневой системе не хватает, ну, за счет того, что, да, под асфальтом все-таки там щебень и так далее, корням не за что цепляться, дерево не удерживается, падает на бок и растет вдоль. И вот люди, увидев такое дерево, говорят, Чернобыль, там деревья растут вот так. А это норм, когда ты понимаешь, почему оно так происходит. Или идет елка, знаешь, ну, бывает такое, они как бы смешались, голубая ель, а тут росла еще один паросток, и сверху зеленая. То есть у тебя получается, как будто скрестили зеленую елку и голубую ель. И ты, если не подойдешь, не заглянешь внутрь, думаешь, все, это же Чернобыль, две головы у свинича где-то выбежит. То есть там столько вот таких нюансов, которые, ну, типа, до смешного мифа. Но туда, я знаю, например, ездит, а ну-ка, НАТО, например, в Чернобыль периодически искать свой дзен. То есть там настолько звенит тишина, там настолько у тебя переворачивается все в голове, это как раз то место, где можно подумать о себе, о том, о будущем, о прошлом, о том, кто ты, где ты, куда двигаться. Ну, почему-то это очень мистическое место, это факт. Ты играешь в компьютерные игры? Нет. Играл, когда я чуть-чуть. То есть недавно был сталгер 2 анонсирован. Да, я знаю, что это круто, но мне нет на это времени. Sorry, чувак, я по-белому завидую людям, которые имеют столько времени, чтобы играть. У меня так, мне часов не хватает в сутки. Ну, как-то ты занимаешься таймкилингом, не знаю, сериал? Нет, книги, книги большей части, да, я читаю книги. И последний, я вот сейчас начал в дороге посматривать сериалы, я сейчас посмотрел 2 сезона Острых козырьков, наконец-то. И то только потому, что у меня были переезды, перелеты такие конченые, знаешь, там по 5 часов в машине. И как раз я нашел какую-то приблуду в виде флешки, которую можно вставить в iPad и смотреть закачанное видео. Но тоже мне тупо не хватает времени. На книге да, но часто это заканчивается тем, что я засыпаю, я читаю в iPad, когда все мы засыпают, там, жена, дочь, ребенок и так далее. Я себе читаю, там, ночной режим, вся фигня. И в чем самая большая проблема, ты когда засыпаешь, он падает тебе больно на лицо. И очень тебя, и ты боишься, что его скинешь, он разобьется и так далее. А засыпаю я часто под книгу, потому что просто не хватает сил. Но читать, люблю это. Ну, я знаю, ты читаешь фэнтези, а вот это просто твой жанр для засыпания? Нет, наоборот, у меня проблема в том, что, наоборот, я читаю фэнтези и не засну, я поглощаю, я сильно погружаюсь в реальность, в ту реальность, которую они рисуют. Я, наоборот, засыпаю, когда читаю умные книги. Вот сейчас я пытаюсь все-таки добить книгу. А что ты сейчас засыпаешь? Краткая история человечества, офигительная книга, рекомендую, это как раз о саморазвитии, но тебе это ничего не навязывают. Тебе просто напоминают, как все было и варианты развития событий. Ну, клево, вот прям рекомендую, если любите развитие, книги для развития. Сейчас я еще открыл для себя некую штуку, саммари называется. Что делают ребята? Они делают, по сути, у нас в школе это называлось хрестоматия, а сейчас это модное слово саммари. Они в 40 страниц ужимают книгу. Самые основные тезисы, потому что в основном все книги для развития, какие-то, да, там типа поучительные, они одно и то же прогоняют несколько раз, чтобы у тебя это усилось в голове. И ты каждый вечер можешь, в принципе, прочитывать книгу, да, 40 страниц. Понял, что эта книга стоит большего, берешь и читаешь оригинал. Демо-версия книги? Да, очень, ну, это сжатая версия, да. Очень крутая тема, ну, я там прочитал сейчас все, знаешь, там, жизнь развития Ричарда Брэнсона, там, Илона Маска. То есть тебя люди из бизнеса интересуют? Да, интересуют. Потому что пока для меня это недосяжная история. Мы хотим разыграть среди наших, конкурсы тоже нужны на ютюбе. Унитаз? Да, кстати, учусь. А, кстати, я думал, попробуй догадаться, что здесь. Фрисби. Да. Написано на пакете. Блин! Это мы приносим в школу. То есть, на самом деле, этим диском можно играть в игру наподобие футбола. Ну, там, типа, да, есть поле, на котором надо бросать, ловить, перемещаться. В чем еще прелесть? Там нельзя дотрагиваться до людей. То есть, парни и девушки могут играть вместе. И это очень кайфово. Ты не имеешь права дотронуться в фол. Типа, да? И ты, и там броски разные, прыжки, падения. Ты знаешь, все броски меня просили у тебя спросить? Большинство знаю. Типа, это бэкхенд, форхенд. Вот так даже бросают закрытым, это называется, хаммер. Три основных я знаю. Давай мы сделаем такой элемент мазохизма для наших зрителей. Нужно зайти на канал Пиданможет. Посмотреть на выбор один выпуск, любой. Можно даже там, где он писает. Да, и сказать, какое направление развивать дальше. Что вам понравилось? Либо не понравилось, это тоже для меня очень полезно, кстати. Круто. Учитывая, что у нас все-таки аудитория повзрослее. Да, 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 потому что мне интересно было бы тоже. Я не буду призывать вас подписываться на этот канал, но... А я буду подписываться на канал Пиданможет, ставим колокольчик. Что там, бэнь-бэнь, не знаю. Все то же самое у нас, на наш канал и лайк, и вот комментарий о том, в чем мы сказали. Спасибо. Да, тебе спасибо большое, реально интересное интервью. Это еще не все. Мы решили также разыграть книгу Сапиенса, о которой говорил Саша, причем с его личным персональным автографом для вас. То есть, кто выиграет, тому он и подпишет книгу. Книга умная и интересная, поэтому рекомендую. Ну, либо одну из трех фрисби точно кто-то заберет из вас. Поэтому, друзья, участвуйте в конкурсе. Подробные условия его есть в описании. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и включайте колокольчик. Вот это очень важно. Колокольчик, это прям стало главным, о чем я буду просить, наверное. Потому что иначе YouTube почему-то не дает всем возможность посмотреть свежие классные выпуски French TV. Увидимся с вами уже очень скоро. Это French TV. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok